Приветствуем вас, друзья! Это канал Фактограф и видео о самых необычных растениях в мире. На планете Земля есть сотни удивительных растений, поражающих воображение своей необычностью. Мы выбрали 12 самых удивительных творений природы, мимо которых невозможно пройти. 10-килограммовые вонючие цветы, зубастые хищники, молочные деревья, тропическая крапива, которая жжет сильнее, чем борщевик. Это лишь малая часть природных чудес из разных континентов. Диковинные представители флоры поражают непривычным внешним видом, большими размерами, причудливыми формами, уникальными качествами. Смотрите этот ролик до конца, если хотите стать чуточку ближе к природе и увидеть весь размах ее креативности. Так что заваривайте себе вкусный чай и поехали! Гиднора африканская. Это монстр из фантастического фильма? Нет, это настоящее растение, что встречается в Южной Африке. Вернее, это паразит, живущий на корнях суккулентных растений семейства молочайны. Удивительное растение растет под землей и только его цветок пробивается сквозь почву. Цветок, похожий на гриб или змеиную голову, появляется на поверхности только после выпадения определенного количества осадков. Но в африканской пустыне редко идут дожди, поэтому увидеть гиднору посчастливится не каждому. Примечательно, что растение издает отвратительный запах фекалий и гнили, чем привлекает насекомых. Но это не мешает местным жителям и некоторым животным употреблять в пищу сочные лепестки и семена. Корнегия гигантская или сагуаро. Вид кактуса, который растет в южной части Северной Америки, в основном в пустынной местности Аризоны, Калифорнии и Мексики. Это растение вы ни с чем не перепутаете. Большой размер и форма, напоминающая канделябр или колонну, его визитная карточка. Корнегия может достигать высоты до 18 метров, весить до 10 тонн и жить до 200 лет. Для некоторых животных гигантские кактусы стали источником пищи и воды, а для других – настоящим домом. Например, птицы вьют на них гнезда и в стволах выдалбливают дупла, а в трещинах селятся ящерицы. Раз в год с мая по июнь сагуаро цветет, притягивая к себе пчел и калибри. Венерина мухоловка. Растение-хищник-выдумка? Растение-хищник-выдумка? Нет, оно реально существует. Венерина мухоловка – вид хищных насекомоядных растений, которые характеризуются коротким подземным стеблем, розеткой из четырех семи листочков и белыми цветами. После цветения на концах черенков формируются ловушки, состоящие из двух створок с редкими щетинками по краям. Когда на них попадают насекомые, то листья ловушки закрываются, затем выделяется пищеварительный сок и начинается процесс переваривания. Венерина распространена на Атлантическом побережье США, во Флориде, Нью-Джерси, Северной и Южной Каролине. Мухоловка растет на бедных азотом грунтах и компенсирует его недостаток, поедая насекомых. Примечательно, что выращивать растения-хищника также можно в домашних условиях. Виктория амазонская. Гигантская кувшинка – крупное цветочное растение, прорастающее на реке Амазонка в местах слабого течения. Названное в честь королевы Виктории растение вырастает до трех метров в диаметре, имеет загнутые края и может выдержать вес взрослого человека. Прочность конструкции достигается благодаря полым поперечным прожилкам, которые усиливают плавающий лист. Жители Амазонии используют листья кувшинки в качестве плотов, переправляясь с одного берега на другой. Очень удобно на самом деле. Цветет Виктория амазонская раз в год на протяжении двух-трех дней. Ароматные цветы, которые меняют цвет от белого до розового или красного, распускаются ночью, а днем они уходят под воду. Гимпи-гимпи. Это растение является чрезвычайно опасным врагом человека. Вам крупно повезет, если вы никогда не встретите его на своем пути. Гимпи-гимпи или жарющее дерево – самое ядовитое растение семейства крапивных, произрастающее в тропических лесах Австралии. Многолетний кустарник привлекает внимание пурпурными плодами и большими сердцевидными листьями, покрытыми милым пушком. Тонкие жгучие волоски содержат ядовитые вещества. Стоит к ним притронуться, и вы будете кричать от боли, которое будет мучить вас несколько месяцев. Жертвы сравнивают это с одновременным ожогом от огня, кислоты и ударом электричества. С гимпи-гимпи связано много жутких историй, когда ужаленные люди впадали в безумие от боли и убивали себя, а животные погибали в агонии. Аморфофалус. Самый высокий и вонючий цветок в мире. Его еще называют трупной лилией. Все из-за отвратительного аромата, который напоминает запах трупа или гниющего мяса. Благо, что вонь от аморфофалуса исходит только в период цветения, лишь на протяжении нескольких дней. Это растение является эндемиком индонезийского острова Суматра. Соцветие початок аморфофалуса, что на вид напоминает мужской половой орган, достигает до 3 метров в высоту. Початок окутан видоизмененным листом, который снаружи окрашен в зеленый цвет, а внутри в цвет разлагающегося мяса. Увидеть аморфофалус можно как в дикой природе, так и в ботанических садах по всему миру. Вельвичья удивительная. Если бы гордая барышня была растением, то только вельвичьей. Растение предпочитает одинокое существование в прибрежном регионе Юго-Западной Африки в каменистой пустыне Намиб. Вельвичья не похожа ни на одной из известных растений, а на единственное в своем роде. Это карликовое дерево, продолжительность жизни которого достигает невероятных полторы тысячи лет. Вельвичья имеет только два листа, которые своей поверхностью впитывают влагу из туманов и растут в течение всей ее жизни. Листья распределяются на несколько сегментов и могут достигать длины около 4 метров. Они имеют серо-зеленую окраску и приходятся по вкусу не только животным, но и людям. Цветы представлены шишковидными соцветиями, причем женские и мужские находятся на разных растениях. Литопс. Литопсы или живые камни – это мелкие суккулентные растения с очень необычным внешним видом. Они представляют собой два сросшихся у основания мясистых листа, разделенных посередине глубокой щелью. Стебель отсутствует. По окраске растения напоминают камни-галыши зеленого, серого, голубого и бордового цветов. Начиная с трехлетнего возраста, на суккулентах ежегодно появляются цветы, похожие на ромашки. Литопсы происходят из песчаных каменистых пустынь Юар, Намибии и Ботсваны. Поэтому толстые листья предназначены для запаса воды в период засухи. Истинные ценители экзотики не пройдут мимо этих растений, ведь живые камни можно выращивать в домашних условиях. Бросимум полезный. Бросимум – это дерево, что способно производить молоко. Звучит как бред, но смотрите сами. Бросимум выделяет ароматный млечный сок, который по вкусу напоминает обычное коровье молоко с добавлением корицы. В его состав входит вода, растительный воск, сахар и смолы. Одно растение способно дать несколько литров молока, чтобы его добыть, необходимо сделать небольшой надрез или обломить ветку. Бросимум растет в Центральной и Южной Америке, а также культивируется в Азии. Местные жители используют сок как замену коровьему молоку. Дерево вырастает до 30 метров в высоту, имеет красноватую кору, кожистые листья и невзрачные несъедобные плоды. Ксанторея. Ксанторея – травяное дерево с древовидным стволом, которое является эндемиком Австралии и Тасмании. Растение имеет длинные, жесткие листья, которые вырастают из центра розетки. Серебристо-зеленые листья достигают 1 метра в длину и 2-3 сантиметров в ширину. Глядя на это дерево, так и хочется причесать его копну волос, словно неряшливого домовенка. Ксанторея растет медленно, но жить может до 600 лет. Белые или кремовые ароматные цветки появляются на дереве раз в несколько лет. Ксанторея очень важна для австралийской фауны. Под ее листвой прячутся животные, а ароматным нектаром питаются разнообразные насекомые птицы. Кроме того, смола некоторых видов используется при изготовлении лака. Рафлезия. Это род паразитических цветковых растений, которые произрастают в тропических лесах Юго-Восточной Азии, в частности на островах Суматра и Ява, на Филиппинах и на полуострове Малака. Цветки рафлезии являются самыми большими цветами в мире. Они достигают диаметра до 1 метра и веса до 10 килограммов. Паразитирующее растение не имеет стебля и листьев. Чаще всего оно живет на лианах, вырастая прямо из ее корня. Цветки имеют толстые 3-сантиметровые лепестки, окрашенные в красный или оранжевый цвет. Рафлезия выделяется сильным, чертовски отвратительным запахом, напоминающим гниющее мясо. Вонючий цветок живет не более 4 дней, а затем разлагается, превращаясь в черную бесформенную массу. Ярета. Просто посмотрите на это чудо природы. Сложно поверить, что это настоящие растения, а не гора камней, покрытых мхом. Фундаментом для зеленых подушек, как еще называют Ярету, служат не камни, а тысячи отдельных ростков, которые плотно прилегают друг к другу и к земле. Просто так отломить часть подушки у вас не получится. Но пройтись прямо по растению и не причинить ему вреда? Легко. Сверху Ярету покрывают зеленые листья и цветы. Вечно зеленое растение растет очень медленно, до 2 сантиметров в год. Удивительная форма жизни помогает Ярете поддерживать тепло в экстремальных условиях. Ведь увидеть это фантастическое растение можно только в Южной Америке в Андах на высоте 3-4 тысяч метров над уровнем моря. Что только не встретишь в разнообразной природе? Красивые, большие, дурно пахнущие и даже опасные для жизни растения? Надеемся, что это видео понравилось вам и вы смогли узнать для себя что-то новое. Пишите в комментариях, какое растение вас поразило больше всего.